МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 января 1944 года. 940-й день войны. Сегодня наши войска вели наступательные бои севернее города Новосокольники и заняли несколько населенных пунктов, среди которых села Слобода, Киселевичи, Ольхимово, Курово. Западнее города Новоград-Волынский войска Красной Армии овладели районным центром Ровенской области, селом Тучин. Войска Ленинградского фронта прорвали главную полосу обороны противника. Германское командование начало отвод войск из Красного села Ропши-Урицка. Второй украинский фронт. Генерал Конев, получив выговор из ставки за срыв наступления, спешно перегруппировывает свои войска и готовится возобновить наступление на охват Корсуня-Шевченковского. Четвертый украинский фронт. Продолжаются безрезультатные бои южнее Никополя. Первый украинский фронт. В районе Умани идут тяжелые встречные танковые бои. Наша первая танковая армия атакует третий германский танковый корпус, который пытается сомкнуть фланги с седьмым корпусом. В республиках организуются курсы председателей колхозов. Их уже закончили 25 тысяч человек. Большинство выпускников впервые избраны на руководящую должность. В течение зимы учебу на курсах пройдут 90 тысяч человек. В освобожденных районах страны восстановлена сеть учреждений «Союзпечать». В Киеве открыто 40 киосков, в Харькове – 32. За последние месяцы самолеты доставили туда свыше трех миллионов газет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова